Всем привет! Рада встреча с вами на таком ярком мероприятии, как Trends of Beauty. Сегодня я вам расскажу об ошибках мышления, которые могут помешать вам достичь успеха. Но давайте сначала познакомимся. Меня зовут Анастасия Мока, и я в бьюти-индустрии с 2009 года. Я эксперт по сложным техникам окрашивания. Последние три года активно занимаюсь преподаванием. Первый год я ездила по России с живыми мастер-классами, потом увидела большие перспективы в онлайн-обучении и начала записывать свои онлайн-курсы, которые на сегодняшний день прошли более 5000 мастеров. Также я организую масштабные онлайн-марафоны для парикмахеров в Инстаграм. Сейчас мы уже запускаем пятый сезон, и в целом в нашем марафоне принимают участие более 15 тысяч мастеров со всего мира. А теперь давайте перейдем к делу. Бывало ли у вас такое, что вы уже и эти курсы прошли, и те курсы прошли, и все совершенствуйте, и совершенствуйте свои навыки, знания и навыки. Но вам хочется роста, но роста не происходит. И вы вроде уже все делаете суперпрофессионально, но у вас есть ощущение, что как будто вы стоите на месте. И тогда, как мне кажется, стоит поискать причину не в том, насколько хорошо вы делаете свою работу, хотя это бесспорно тоже очень важно. Но, возможно, у вас и есть как раз одна или несколько тех ошибок, которые я сегодня вам и расскажу. Первая ошибка — это сомнение и оправдание. Это когда вы ищете причины и объясняете себе и другим, почему вы не можете что-то сделать. Или сидите и сомневаетесь, ой, у меня, наверное, это не получится. И так и не решаетесь, начать и даже сделать хотя бы первый шаг. Или вы посмотрели, что у какой-то вашей дальней знакомой ничего не получилось, и вы думаете, ну, это не получилось, и у меня, наверное, тоже тогда не получится, я тогда не буду даже вообще пробовать. На самом деле, вы всегда получите результат. Не бывает такого, что не получилось. И пока вы не попробуете хотя бы один, два, три раза, вы не имеете права делать выводы, что у вас это не получится, и вы этого не можете. Поэтому всегда думайте о том, что даже если вы получите негативный опыт, вы в дальнейшем сможете его проработать, проанализировать и использовать в своих новых проектах с максимальной пользой. Еще к ошибкам мышления сюда я написала, мыслить не решениями, а проблемами. Это когда вы говорите, ой, я бы очень хотела, но проблема в том, что я там живу в маленьком городе. Или я бы хотела открыть салон, но и так уже очень много салонов, я не выдержу конкуренции. И тоже так и не решаетесь начать. И вы думаете, ой, проблема, проблема, проблема. Вы настолько концентрируетесь на своих проблемах, что в вашей жизни они и превалируют, потому что то, о чем мы больше всего думаем, то, на чем мы концентрируемся, того в нашей жизни становится все больше и больше. Поэтому предлагаю начать мыслить не проблемами, а решениями. Не проблема в том, что вы живете в маленьком городе, а задача в том, как найти возможности роста в своем городе или найти возможность переехать в другой, более крупный город. Не проблема в том, что у вас не хватает клиентов или у вас мало клиентов, а задача в том, чтобы найти себе больше клиентов и так далее. Еще мы очень любим говорить себе, «Я не могу это сделать, я не могу себе это позволить». Это не только касается профессиональной сферы, это зачастую касается даже жизни в целом и в личных отношениях, и в каких-то наших других делах, не связанных с работой. Мы очень любим говорить, «Ой, я это не могу», «Ой, у меня это не получится», «Ой, ну, я не могу себе это позволить» и ничего не делайте для того, чтобы изменить ситуацию. Предлагаю вам начать думать о том, как вы можете себе это позволить, что вы можете сделать, что вы можете сделать еще в текущей ситуации, что вы можете сделать, исходя из своих возможностей, а не просто оправдывать свое бездействие тем, что вокруг очень много проблем, и вообще ничего не могу, и вот вы сидите и только мечтаете о том, чтобы как-то продвинуться в своей карьере, в своем профессиональном развитии. Здесь хочу привести пример. Я вообще хотела рассказать про то, как я записывала свой первый онлайн-курс, но вчера я сидела в самолете и листала ленту Instagram, и мне попалась картинка, где свою работу, красивое окрашивание, презентует девушка-мастер. По-моему, она американка. Эта девушка-мастер, она на инвалидной коляске сидит. И я зашла на ее страницу, и у нее потрясающее окрашивание, посмотрела, она организовала свою школу, она ведет живые мастер-классы, она ведет онлайн-уроки, она делает реально потрясающие, сложные техники окрашивания, и она неходячий инвалид, который сидит в кресле. И я подумала, вот какого черта, я иногда сама даже ищу себе оправдание, что я что-то не могу, человек стал крутым мастером, который не ходит. Это реально очень сложно, когда ты не ходишь, смыть нормально клиента, или сделать ему укладку, вообще набрать, подстричь. Это невероятно. И если она смогла, преодолела все свои страхи, и достигла таких потрясающих результатов, у нее там больше 100 тысяч подписчиков, очень много благодарных отзывов. И если она это смогла, то люди, у которых есть две руки, две ноги, и которые в целом достаточно здоровые, я не вижу причины сидеть и жаловаться на то, что я что-то ничего не могу. Для вас вообще тогда нет ничего невозможного реально. Следующая ошибка – это думать о том, что все места под солнцем уже заняты. Мне сложно найти клиентов, потому что уже вокруг много мастеров, или все клиенты, которые готовы платить дорого, уже к кому-то ходят, или я хочу свой салон, но и так очень много салонов. И вы сидите и думаете, ну вот я тогда не буду ничего делать, потому что это вот внешние обстоятельства мне мешают. А на самом деле, ведь если чего-то много, этого не надо бояться, это наоборот круто, что чего-то много, потому что значит, что это востребовано, значит, эти услуги пользуются спросом, значит, в этой нише легко найти клиентов, заработать хорошие деньги, раз туда все так активно идут. Приведу тоже личный пример, когда я хотела заниматься еще только преподаванием. У меня не было раскрученной страницы в Instagram, обо мне вообще никто не знал, и в Instagram я постила котиков, у меня было 400 подписчиков, и я смотрела на аккаунты таких гигантов, как Владимир Сарбашев, Вероника Кравченко, Игорь Хонин. Я смотрела, восхищалась и думала, господи, они проделали такой огромный путь, они уже на такой вершине, и где вообще я нахожусь, по сравнению с ними, у меня до них как до звезды. Но я посидела, подумала, и приняла для себя внутреннее решение, что если я приложу максимум усилий, если я постараюсь, если я действительно этого хочу, то и для меня найдется то самое место под солнцем, у меня найдутся люди, которые захотят учиться у меня, и которые будут моими подписчиками, которые будут наблюдать за тем, что я делаю. И так и произошло, у меня нет такой колоссальной аудитории, как у Игоря Хонина, но все равно у меня есть та аудитория, которая меня любит, ценит и пользуется тем, что я делаю, и им это во благо. Следующая ошибка – это ожидание лучшего момента. Вот сейчас коронавирус, и все прям как заведенные начинают. Ой, сейчас коронавирус, поэтому у меня нет клиентов. Сейчас коронавирус, поэтому я не могу повысить цену, потому что ко мне тогда не пойдет никто. Вот коронавирус кончится, тогда я подниму цены. Или, ой, сейчас кризис, я не буду открывать там салон, я не буду вообще дергаться, буду сидеть на том месте, которое, например, меня не очень устраивает, но я потерплю, потому что сейчас кризис. А на самом деле именно в кризис я знаю множество людей, и известных, и моих личных каких-то знакомых, которые сделали огромный рывок в профессиональной своей деятельности. И у нас, кто живет в России, да, и в странах бывшего СНГ, те знают, что у нас кризис – это вообще постоянное явление. У нас кризис идет за кризисом, поэтому нужно учиться развиваться, учиться жить и достигать каких-то результатов, независимо от внешней ситуации, от этих кризисов, потому что кризисы будут всегда, и этот не последний. И бояться кризиса и коронавируса, в лес не ходить. И на самом деле очень много людей, как я уже сказала, достигли больших результатов, и я сама уже в профессиональной деятельности пережила три кризиса, и каждый кризис – это был значительный для меня рывок, и каждый кризис – это был для меня точкой роста. И мой совет такой, что кризис – это лучшее время, чтобы принять то решение, от которого вы давно бегали, и осуществить те мечты, которые вы давно хотели осуществить, но все так и не решались. Следующая ошибка – это боязнь конкурентов. Вы сидите и смотрите, ой, у меня еще недостаточно опыта, что я там работаю, там всего три месяца, полгода, год. А вот есть Машка, она топ-мастер города, к ней уже все ходят, у нее полная запись, у нее уже высокий ценник, она собрала всех лучших клиентов, ну, я тогда вообще поставлю цену ниже Плинтуса, и кто-нибудь хоть ко мне допридет. Хотя, возможно, вы делаете в миллион раз лучше, чем делает та самая Машка, которая ходит весь город. Просто люди о вас не знают. И на самом-то деле людям важно качество. Люди готовы платить за то, что им сделают качественно и хорошо, независимо от того, в каком городе или поселке вы живете, независимо от его размера и количества населения. И, возможно, пока вы сидите и стесняетесь заявить о себе, людям уже надоело то, что делает Машка. Они уже мечтают, что когда в их городе появится еще кто-то компетентный, со свежими идеями и новым видением. Если вы делаете классно, независимо от того, сколько у вас опыта, люди к вам будут приходить. И ни на кого не равняйтесь, просто развивайтесь и прокачивайте свои навыки и компетенции, и обязательно прокачивайте личный бренд. Тренд 21 века – это личный бренд, и у кого он сильнее, к тому и будут приходить клиенты. А вообще всегда помните о том, что у клиентов больше, чем мастеров, и придут они к тому, кто делает лучше. Следующая ошибка – бояться мнения окружающих. Или думать, ой, а что скажут люди? Когда вы переживаете о том, что скажет ваша мама, ваш муж, ваши коллеги или подруги, когда вас очень сильно ранят, отсутствие поддержки, и у вас опускаются руки. На самом деле никто не обязан, по сути, вас поддерживать. Если вы счастливы в своем деле, если вам нравится то, что вы делаете, если вы от этого прям кайфуете, то вообще не обращайте внимания, кто и что там про вас говорит, и кто вообще что про вас думает. Главное, что вы внутри счастливы. И на самом деле вы для себя самая лучшая опора. Никто, кроме вас, вас лучше не поддержит. Поэтому опирайтесь на свой внутренний стержень, на свое мнение. И помните о том, что вы не обязаны в этой жизни оправдывать ничьих абсолютно ожиданий, кроме своих собственных. Приведу личный пример. Моя мама никогда не поддерживала то, что я бросила свою офисную нормальную работу и пошла учиться на парикмахера, потому что мама советского воспитания, и она прям грезила о том, что я буду работать, закончу университет, буду работать в офисе, у меня будет хороший социальный пакет, пейся и так далее. И когда я сказала, что я ухожу со своей прекрасной офисной работы и пойду учиться на парикмахера, она была очень разочарована. И, в общем-то, несмотря на то, что я делала успехи и то, что я была счастлива и на весь мой рост, у меня был салон, я занимала первые места на международных соревнованиях по парикмахерскому искусству. Маму все эти успехи мои не особо волновали, но на самом деле вчера, когда я уезжала в Москву, я к ней заехала и рассказала, куда я еду, и я увидела гордость в ее глазах. Это было очень трогательно и очень приятно. Следующая ошибка – это концентрация на деньгах. Я уверена, что все, кто смотрит этот форум, это те профессионалы, которые пришли в свое дело по любви. Но сейчас такое время, действительно, когда бьюти-мастера зарабатывают значительно, значительно больше, чем люди, которые трудятся в офисах. И из-за этого в бьюти-индустрию начали приходить люди, которые не настолько любят свое дело, как просто хотят хорошенько заработать. А еще иногда такое бывает, что сам мастер, который пришел по любви, что это происходит, ему начинают нужны быть деньги. Он начинает очень сильно загоняться и концентрироваться на том, как бы побольше с клиента заработать. То есть первично думать о своей выгоде и уже потом о том, как сделать свою работу наилучшим образом и во благо клиента. Удивительно, но когда мастер концентрируется сильно на своей выгоде, на деньгах, клиент это чувствует. Клиент чувствует, что мастер в первую очередь заинтересован в том, что на нем заработать. И такие клиенты чаще всего придут к вам и не возвращаются. И здесь, в больших городах, например, можно привлекать все новых и новых и новых клиентов, но все-таки мастеру гораздо комфортнее и выгоднее и удобнее и более как бы в радость работать с постоянной клиентской базой. Поэтому если у вас все время новые и новые и новые клиенты, то однажды вы можете столкнуться с тем, что новые клиенты просто закончились. Седьмая ошибка это когда мы сидим и говорим себе, что ой, все это очень сложно. Например, я очень часто слышу от мастеров, которые пишут мне, Настя, помогите, я очень хочу развиваться, я хочу заниматься преподаванием или я хочу открыть салон красоты. И когда мы сталкиваемся с тем, что, например, для того, чтобы быть успешным преподавателем, развивать активно салон красоты и привлекать туда клиентов, нужно вести хоть какой-нибудь, но Инстаграм, я постоянно слышу, ой, это сложно, Инстаграм, это очень сложно, я вообще в этом ничего не понимаю. Но на самом деле для нас все кажется сложным, в чем мы не имеем опыта и достаточное количество знаний. То есть здесь задача в чем? Не сидеть и не думать, что ой, это все очень сложно и ничего не делать. А задача в том, чтобы начать шаг за шагом просто разбираться, применять полученные знания на практике маленькими шажками, просто идти, просто брать и делать и не думать о том, что это очень сложно. И на самом деле очень скоро вы заметите, что то, что вам казалось просто нереально, невероятно сложно, на самом деле достаточно просто. И это так работает со всем, что кажется просто нереальным. Вот здесь приведу пример из своего онлайн, как я записывала онлайн-курс как раз, потому что когда ко мне пришла идея записать онлайн-курс, это было три года назад, тогда еще мало кто записывал онлайн-курсы и вообще нигде на самом деле нет информации, как их делать, как записывать, как и что. Есть специалисты, которые пакетно, продюсеры занимаются упаковкой и записью онлайн-курсов для экспертов, но на тот момент у меня не было никаких финансов донять такого специалиста. Я вместо того, чтобы подумать, ой, ну это все очень сложно, я тогда не буду это делать, я просто села и набросала шаги, маленькие-маленькие шаги, что мне нужно сделать, чтобы все-таки мой курс был записан. И в итоге я сама абсолютно без чьей-либо помощи записала этот онлайн-курс и он прекрасно продался. Да, это был не лучший шедевр операторской работы и монтажа, и звука, но тем не менее этот курс оказался очень полезным для очень большого количества мастеров. Я получила более тысячи благодарных откликов и это дало мне силы, мотивации, и я получила опыт и навык для того, чтобы двигаться дальше и после этого было записано еще не один онлайн-курс. Восьмая ошибка это когда вы хотите кому-то что-то доказать, когда вы действуете не из своих внутренних искренних желаний, а когда вами движет нечто другое, когда вы на кого-то, на что-то обижены или чувствуете зависть и хотите доказать, что вы можете, что вы можете лучше, что вы можете круче, но на самом деле это не истинное ваше желание. И тут нужно спрашивать себя, вот это действительно именно то, что мне нужно, это действительно то, что я хочу, это действительно то, о чем я мечтал или мечтала, потому что да, можно очень многого достичь даже при такой мотивации, когда вы хотите кому-то что-то доказать, но, во-первых, это будет у вас намного более энергозатратный процесс, а во-вторых, тут ловушка есть в том, что как только вы докажете, вы сразу обесцените все, чего вы достигли, и вам это станет вообще неинтересно, то есть вы достигли своей цели, доказали, кому вы что хотели доказать, и интерес у вас будет утерян, и вы будете не знать, что с этим делать. У меня так был салон красоты, так получилось, что я работала в своей собственной студии, у меня было все хорошо, и я тогда уже делала какие-то попытки начать преподавать, и тут ко мне пришла клиентка, которая говорит, Настя, я открыла салон красоты, у меня там такой поток, у меня там вообще, это вообще так круто, а я посмотрела, думаю, блин, как так вообще, вот это же просто Катя, она работала всю жизнь в офисе менеджером, а я уже в профессии добрых там 6 или 7 лет, и у меня получается нет своего салона, как же так, и я побежала, и начала открывать салон, и вообще промучилась с этим салоном два года, он приносил мне прибыль, но не приносил удовольствия, в итоге все равно пришлось его потом закрыть, потому что это, я просто хотела этой Кате доказать, что я даже не хуже, как только я нашла свое истинное желание, что я хочу делиться с людьми своими знаниями, то сразу же все встало на свои места, и я очень быстро и стремительно начала развиваться. Девятая ошибка, это чувствительность критики, когда вас очень сильно ранит, когда вам кто-то что-то говорит про вас, тут важно понимать, что критика есть конструктивная и есть деструктивная. Конструктивная критика, это в целом хорошо. Конечно, идеальная конструктивная критика, это когда вы человека, которого считаете компетентным, просите об этой критике, а он вам дает обратную связь. Но я засчитываю за компетентную критику, и отзывы ваших клиентов. Обязательно к этому нужно прислушиваться, потому что если вам клиент ваш не скажет, что его не устраивает, что ему не понравилось, то как же вы вырастете по-другому, если все ваши клиенты будут только ходить и вас благодарить и говорить о том, как вы все прекрасно делаете. Здесь никакой точки роста нет. Поэтому, да, к сожалению, не все у нас клиенты, не все люди умеют выражать свою конструктивную критику мягко и корректно, чтобы не обидеть, но если вы сталкиваетесь с недовольным клиентом, обязательно посмотрите, может быть, действительно, что-то вы могли сделать лучше. Что же касается неконструктивной критики, то здесь вообще просто даже не принимайте на свой счет, потому что у нас любят люди вешать неконструктивную критику, и здесь важно знать, что проблема не в вас, вообще не в вас. Вы можете быть каким угодно идеальным, но, во-первых, понравиться всем просто невозможно, во-вторых, это люди, которые очень несчастны сами по себе, которые не добились того, чего добились вы, которые чем-то очень в жизни обижены, которые зажаты, загнали себя сами в какие-то рамки, предъявляют к себе супертребования, не дают совершать ошибки, и они вот этот накопившийся свой негатив, вот эту вот свою боль, они ее выплескивают вообще на весь мир вокруг, и своим вот этим негативом одаривают тех людей, которые их внутренне как-то задевают. Это значит, что вы сделали что-то, о чем они давно мечтают, но почему-то у них этого нет. И тут важно помнить, что не критикуют, только тех, кто ничего не добился. Чем выше вы будете подниматься, развиваться, чем больше будет ваш успех, тем больше вокруг вас, к сожалению, будет таких людей, которые будут вам писать или говорить что-то неприятное, к чему вы по сути никакого отношения не имеете. И десятая ошибка это страх неудачи. Когда вы очень боитесь ошибиться, и если вы совершили ошибку, то для вас это как катастрофа, у вас опускаются руки, вы не можете нормально дальше работать, вам неделю, месяц вы переживаете и думаете о том, что не так, и никак не можете отпустить эту ситуацию. Здесь важно помнить, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и каждый человек, каким бы он великим не был, каким бы он не был суперпрофессионалом, он может ошибаться, и на самом деле чем больше вы сделаете ошибок, тем успешнее вы становитесь, тем быстрее вы будете расти. Люди, которые достигли достаточно больших результатов в своей профессиональной деятельности, это не те люди, которым повезло, это не те люди, которые всегда все делают идеально, это не те люди, которые никогда не ошибаются, наоборот, это люди, которые умудрились сделать максимальное количество ошибок за минимальный отрезок времени, все это переработать, сделать выводы, и дальше использовать полученный опыт, свой позитивный и негативный во себе во благо. А еще для мастеров, которые очень переживают, когда у них что-то идет не так, и даже клиент уже доволен, а мастеру все равно кажется, что он недостаточно что-то хорошо сделал, и вот это начинается самокопание, вспомните о том, что вы работаете руками, даже у великих хирургов бывают ошибки, и это намного страшнее, чем если у вас гель-лак у клиента потом потрескался, или даже волосы в мойке отвалились, это все равно не так страшно, как ошибки, допустим, врачей, поэтому вы работаете руками, не требуйте от себя слишком многого, потому что вы не ксерокс, и вы не завод, вы не можете сделать точную копию, вы не можете сделать на 200% все идеально, что вообще никак не прикопаешься, давайте себе право на ошибку, это ваша точка роста, поэтому если что-то произошло, не грозите себя, просто сделайте выводы, и учтите свои ошибки, приложите максимум усилий, чтобы это в дальнейшем не повторилось, и двигайтесь дальше, здесь самое главное помнить, что успех это не везение, а количество попыток, и подводя итоги под все, я хочу вам рассказать, напомнить о том, как дети вообще учатся ходить, когда ребенок начинает, пытается пробовать ходить, он делает один шаг, падает, плачет, успокаивается, встает и делает следующие два шага, потом опять падает, и он ничего не боится, он не говорит себе, это невозможно, он ничего не стесняется, он не смотрит на соседнего мальчика, который научился ходить быстрее, и не говорит себе, что ой, он научился быстрее, а еще я такой тупой, я ничего не могу, или он не смотрит на то, что ой, а там вот уже подростки бегают, они лучше меня в тысячу раз бегают, у детей вот нет этого страха, они не анализируют очень сильно себя в сравнении с окружающим миром, они просто берут и идут, падают, идут, падают, поднимаются, идут, идут, и в итоге потом вырастают и бегают и научатся всему, чему нужно, вот, поэтому всегда об этом помните, когда вам хочется чего-то начать, просто берите и делайте, и не смотрите, на что это сложно, на то, что есть внешние обстоятельства, если вам это нужно, просто делайте шаг за шагом и у вас обязательно все получится. На этом у меня все, благодарю вас за внимание, меня зовут Анастасия Мокко, подписывайтесь на мой инстаграм, в инстаграме Mokko.spb, очень рада была с вами сегодня здесь увидеться, спасибо вам, что были со мной это время. Анастасия Мокко, спасибо. Спасибо.